Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники, и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное занятие кружка любителей гегелевской диалектики ЛДД. Этот кружок пользуется большим вниманием. Я не вижу каких-то еще структур, которые помогли соревноваться с нашим кружком на сегодняшний день. Он достаточно систематический. занимается, и у нас много очень записей. Все эти записи находятся в вестном порядке. Люди могут анализировать, и он получает все большую известность. Вот хочу сказать, что один из членов нашего кружка, жена которого была в Штутгарте, принес нам в подарок кружку, соответствующий материал, прямо из музея этого Штутгарте, из того дома, который был домом Гегеля, в котором он родился и прожил значительную часть своей жизни. Поэтому мы имеем даже такое прибавление к своей деятельности. Ну а теперь я хочу сказать, что у нас сегодняшнее занятие будет носить такой рубежный характер. С одной стороны, мы все время изучали вопрос о террористическом содержании Гегеля, гегелевского произведения наук и логики. Ну и, так сказать, можно сказать, пришли к твердому выводу, что если вы возьмете первые две книги или первый том «Объективная логика», он по всем позициям, что если брать материю как то единое, что есть, а начинается он с чего? С бытия, да? А во всех классических произведениях, там Маркса, Энгельса, Ленина, как определяется вообще материализм? Материализм – учение о первичности бытия, что бытие первично, а сознание вторично. А у Гегеля – это вот у нас в какой случае, в каковой части? Объективная логика? Объективная логика – это не то, что у кого-то в голове, правильно? А это то, что относится к внешнему миру, к бытию. И начинается она по логике с бытия. Затем идет учение о сущности, и вот содержание этих двух понятий, бытия и сущность, составляет вот этот первый том «Объективная логика». Потом, как мы с вами уже знаем, поскольку мы уже заглядывали, и во второй том науки логики – это субъективная логика, учение о понятии. В этом учении о понятии воспроизведено движение таких категорий, как механизм, химизм, организм. То есть по существу показано, как развивается вообще мир уже органический из мира механического, из мира, в котором были совершенно независимые атомы, может быть, молекулы там и так не употребляли. Ну, можно было говорить о небесной механике, например, правда? Там же механическое движение. И там рассматривается вопрос о человеке. Человек рассматривается как результат движения животного мира. Только под человеком понимаются мыслящие животные, по крайней мере. Человек не так сформулирован, как у Энгельса четко. У Энгельса сформулировано в его работе, посвященной диалектике. В него говорится, что человек есть животные общественные, трудящиеся, говорящие и разумные. Ну вот, у Энгеля вы найдете, что есть средства производства, и что средства производства, даже почтение тех благ, которые с помощью этого средства производства добываются. То есть это вот некоторые элементы исторического материализма. И ставится вопрос о том, что субъект ставит цель. Но эта цель появляется не в начале вот этой третьей книги, а вот тогда, когда он переходит уже к тому, что значит какие-то субъекты, человеческие субъекты ставят цель. Цель – это предвосхищение будущего результата. Цель связана со средством. А вы знаете, что вопрос о средствах – это важнейший вопрос, которым занимались Маркс и Энгельс. И тогда, когда они привели внимание к тем средствам производства, сразу было выяснено, что вот с движением, с развитием средств производства было связано и развитие человеческого общества, и человеческих общин, и так далее. Там рассматривается вопрос о телеологии. А телеология – это что такое? Это постановка цели и их осуществление. То есть человек ставит цель, и потом подбирает соответствующие средства, и средства, они должны соответствовать цели. Если у вас такие средства, которые этой цели не соответствуют, то у вас ничего не получится. То есть надо взять такие средства, с помощью которых можно этих целей добиться. И это, так сказать, является, можно сказать, задачей определенной отрасли научной, как телеология, то есть наука о постановке целей и их достижениях. И вот в результате этого мы видим, что деятельность человека, в том числе и материально-производительная деятельность, тоже получает отражение в третьей книге. Конечно, не так, как в «Капитале Маркса», не так, как у Энгельса, но появляются, значит, там такие даже высказывания, что вот плуг почтеннее, чем те зерна пшеницы, которые достигаются с помощью этого средства производства. То есть решающая роль средств производства, которая была уже сформулирована потом Карлом Марксом и другим другом Энгельсом, она уже присутствует здесь. Что почти нечем вот это зерно. Зерно сразу съели, и его не стало. А с помощью вот этого средства производства и на будущий год, и через год, и, так сказать, на целый ряд лет нужно получать новые предметы потребления. Поэтому можно сказать, что это своего рода прорыв, который сделал Энгель к материализму. Прорыв состоял в том, что первые две книги вполне материалистические, вот, а в третьей книге тоже он к этому подходит. А что касается метода, он тоже ничего в себе такого идеалистического не содержит, потому что метод как у него определяется в конце? Это осознание формы внутреннего самодвижения, содержания. То есть метод это не просто палка, как средство производства, которое вы шли, это ковыряете, или что-то вы взяли одно и получили. Нет, это должно быть осознание формы внутреннего самодвижения. То есть ваше понимание того объекта, который вы собираетесь направлять, или которым вы собираетесь управлять, оно должно потекать из понимания, вашего понимания вот этого самого предмета. То есть надо предмет этот изучать, изучить его внутренние, так сказать, пружины, изучить его как органическую целостность желательно, а не просто как механическое какое-то соединение частей. Потому что механическое соединение частей, оно связано с каким-то другим субъектом, потому что сам по себе механизм не субъект. Субъект может использовать механизм, а если это механическое какое-то движение, то оно останавливается после того, как закончится заряд какой-нибудь батареи, или пружина перестанет действовать и так далее, как пружина в часах. Метод, который сформулировал Гегель, он сформулирован так, что метод – это сознание формы внутреннего самодвижения содержания. То есть метод – это не что-то такое совсем другое по отношению к содержанию, а это вот, раз вы под методом понимаете то, что представляет собой некое орудие в руках того, кто познает, в руках познающего, то методом может стать только то, что результат осознания формы внутреннего самодвижения содержания. То есть если вы не осознали форму внутреннего содержания, то нельзя просто брать какую-то палку и ковырять, или брать молоток и разбивать, и так далее, брать какие-то орудия и использовать, он не разрывен с содержанием. То есть как метод воспитания людей – это не то, что метод воспитания овец, или метод воспитания волков, или метод воспитания собак. То есть каждый результат связан с процессом. А вот этот процесс включает в себя и постановку целей, и их осуществление, и получение того результата, который вы намечали. Если вы получаете тот результат, который намечали с помощью тех средств, которые вы использовали, ну вот тогда это будет доказательством того, что этот метод работает. Ну вот, если дойти до конца наук и логики, то как бы там получается не конец, а поскольку в конце стоит метод, то это приглашение к тому, чтобы дальше пользоваться этим методом – осознанием формы внутреннего самодвижения содержания, изучаемого предмета, исследуемого предмета. Вот Маркс пошел таким путем, и он представил нам осознание формы внутреннего самодвижения содержания в качестве капитала, который как раз показывает, как идет движение содержания, и представил это в трех томах. Ну вот таких людей, которые прочитали три тома капитала, их мало у нас в стране. Может быть и в мире их мало, потому что таких вот людей я встречал очень редко. очень редко, хотя мы такие люди, которых вы знаете хорошо, как профессор Голотов, допустим, и который доктор экономических наук, заведует кафедрой экономической теории и методологии Нижегородского университета имени Лобачевского. Конечно, он прочитал все три тома, и он, конечно, этим методом владеет. Это Мазур Олег Анатольевич, который является у нас ректором университета, Нижегородского института, вернее, экономики, управления и права. Экономики, управления и права. И это Виктор Иванович Галко, наш друг и товарищ, нынешний президент Фонда Рабочей Академии, который является блестящим на таком капиталах, капиталах. Ну, кроме того, он вообще блестящим на таком марксизме. Вот, поэтому можно сказать, что когда речь идет о знании таких вот великих вещей, тут всегда идет счет на единицы. А вот высказать свое мнение, как вы понимаете, таких людей, которые могут высказать свое мнение, очень много. Я могу рассказать, что будет там за горизонтом. Если я считаю, что горизонт, это та черта, за которой вот там чего-то нет или что-то есть. А ходить туда не буду, и заглядывать не буду, и проверять не буду. Вот, поэтому можно сказать, что наша деятельность, с одной стороны, нам может показаться такой, что тут не так много людей участвует, но если это относится к науке и к ее применению, и к постижению истины, таких людей всегда бывает мало. Ну вот, скажем, самые выдающиеся марксисты, это кто такие? Это Маркс, Энгельс, Ленин, и Сталин, и все. Четыре человека. А маоцитуду можно отнести сюда? Маоцитуду можно отнести к тому, кто применил этот самый марксизм. Да. К тому, кто является марксистом, который освоил это учение и применил. И в этом смысле можно не только на Маоцитуду, но и Киберсена сюда добавить. Правильно? Потому что они по этой линии шли. Причем в КНДР там особое внимание как раз вот к этой преобразующей линии марксизма. Внимание меня удивлено. Что вот важно, куда вы направляете, какая у вас идея. А не то, что сама объективная действительность нас куда-то приведет. Сама нас никуда не приведет. То есть идет классовая борьба, надо точно выразить интересы своего класса, рабочего класса, надо эти интересы, внести понимание этих интересов в класс и добиваться успеха, добиваться побед. На сегодняшний день у нас имеется одна социалистическая страна КНДР и несколько стран, в которых идет построение социализма. Из числа стран, в которых был завершен переход наперед, была Куба, а теперь Куба тоже вынуждена была отступить назад. Там появился снова и мелкая буржуазия, и хотя она в целом страной является социалистической, но сейчас сказать, что там сейчас социализм, я думаю, что не соответствовал действительности. Вьетнам, он тоже находится в переходном состоянии, и что удивительно, что после такого разгрома, который учинил Вьетнам при поддержке Советского Союза и КНР американским империалистам, вдруг мы видим, что там какая-то дружба очень большая между Вьетнамом и Соединенными Штатами Америки, видимо, основаны на том, что Соединенные Штаты решили, как всякие капиталисты, потратить известное количество капитала, для того, чтобы на свою сторону привлечь обескровленную Вьетнам. Вот такая тут картина. Ну а тот выдающийся вождь, который у них был, Хошимин, я не знаю, кто там сейчас руководитель партии, и как-то его не слышно и не видно. Во всяком случае, Вьетнам находится в переходном периоде, хотя там очень немало людей, 90 миллионов человек. Вот такая картина. Теперь, что касается наших непосредственных задач, мы с вами рассматриваем, по-прежнему продолжаем рассматривать материалистическое содержание науки логики Гегеля, мы уже с вами поняли, что вот эта первая книга «Объективная логика», том 1, «Объективная логика», которая состоит из учения о бытии, учения о сущности, она вся материалистическая, поэтому здесь, если только в каких-то примечаниях или в каких-то ссылках, или в необязательных каких-то материалах, а так, в целом, тут ничего такого идеалистического нет. Идеалистического нет, а вот понимание этого, того, как здесь развивается, это и представляет собой для всех, для нас известные трудности, потому что вот мы, например, уже изучая учения о бытии, мы там усвоили, а что такое определение, а что такое нечто, а что такое иное, а что такое становление, а что такое у нас количество, а что такое качество, так, узловую линию отношений и меры, уже мы можем даже применить эту узловую линию отношений и меры, которая в конце первого тома, к тому, чтобы понять, как устроено движение формации, то есть изменяется производительность труда, или производительная сила труда, и все время идет движение вперед и вдруг скачок. Скачок это точка, это точка, в которой называется перерыв постепенности, и потом уже на новом уровне идет развитие, потом опять развитие вот этого нового продолжается, наконец, когда накапливается известное количество еще скачок. И это мы наблюдаем и в развитии природных каких-то явлений, например, при нагревании воды, что мы имеем? Сначала мы имеем лед при температуре минусовой, потом мы имеем воду в жидком состоянии, потом мы ее, после того, как ее вскипятили, мы имеем воду в каком состоянии? Парообразном, а потом есть такое состояние, как перегретый пар. То есть можно до такой температуры нагреть этот пар, чтобы водород и кислород, они, так сказать, отдельно от водорода и кислорода разошлись, молекули стали распадаться, и вот есть соответствующее оборудование, с помощью которого режут сталь, когда делают корабли, надо вот такой толщины, допустим, или вот такой толщины. это сталь для борд этого самого корабля, особенно если это ледокол, ну и вот такой вот таким плазмой, который получается благодаря нагреванию, дальнейшему нагреванию того газа, того пара, который представлял собой H2O, значит, можно потом резать, и так долго резали, если бы мы просто зарезали с помощью каких-то стальных резаков, чтобы все развитие кораблестроения так быстро идти не могло. Ну, это вот касается того, что мы с вами разбирали в первой книге, вот первая книга, вот если взять это издание, она у нас заканчивается на том, что вот вторая книга «Учение о сущности», страница 347. На странице 347 только и написано вторая книга «Учение о сущности». А если мы «Учение о сущности», мы что делаем? Мы куда-то переходим еще? Или мы углубляемся в то, что мы изучали? Мы углубляемся в то, что мы никуда не уходим. Раз мы никуда не уходим и ничего другого не рассматриваем, значит, мы должны что делать? Углубиться. В чем состоит это углубление? Поскольку мы рассмотрели учение о бытии, закончили мы это рассмотрение на том, что есть условная линия отношений меры и вот эта самая материя, которую мы имеем, она получает вот такую характеристику. Но вглубь мы не углублялись. А чтобы углубляться, нужно понять, с помощью чего мы будем это делать, какими категориями будем руководствоваться. и вот тут надо сказать, тут самое трудное и самое непонятное в науке логике Гегеля, то есть по этому поводу Гегель приготовил учение о сущности, которое никто другой ни в какой другой книге не приготовил, и которое означает, что мы не идем рядом что-то еще рассматривать. Вы рассмотрели бытие, а вы теперь пойдете еще рядом с бытием что-то рассматривать, это будет другое в идее. Если нечто, то два нечто и так далее. А речь идет о том, чтобы углубиться. И так уже там углубление было, потому что кроме качества рассмотрено и количество, и мера рассмотрена. И вдруг появилась даже узловая линия отношений и меры, то есть подошло что-то волшебное в том смысле, что при изменении чисто количественном вдруг происходит качественный скачок. Применительно к развитию производительных сил и Маркс и Энгельс это все использовали. Почему? Они объяснили, что происходит с развитием человеческого общества. Это сделал Энгельс, Генгельс. У него есть замечательная книга, которая называется «Происхождение семьи, частной собственности и государства», и которая оценивает, охватывает всю историю развития человечества от начала нам известного из того, что мы имеем из науки и до современности. И что мы там видим? А мы там видим зависимость с изменением с развитием средств производства чисто количественным. Идет развитие общественных отношений. То есть само по себе развитие средств производства, которое увеличивает производительность труда, ведет к тому, что производство развивается, 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 и появляется новая линия, узловая линия отношений и меры. 90 тысяч лет назад стало человечество появляться, и вот в течение этих 90 тысяч лет проходил следующий процесс. сначала у нас был первобытно общинный коммунизм. Он был достаточно долго, этот первобытно общинный коммунизм. Тысячелетиями он был, и в течение этого дела шло развитие производительных сил. Главной производительной силой кто является трудящийся. Поэтому развитие шло человека с одной стороны, это одна сторона, субъективная сторона производительных сил, а с другой стороны развитие было средств производства. Сначала были каменные топоры, каменные ножи, это вы можете пойти или в Эрмитаж, или в музей другой, где показывают старину, и увидеть какие были орудия, какие были средства. труда они все время совершенствовались. По мере совершенствования этих орудий развивался человек как трудящийся, потому что и само определение Энгельса уже в другом издании в книге роль труда в процессе присвоения превращения обезьяны в человека Энгельс написал, что человек это кто такой? Это животное общественное, трудящееся, говорящие и разумные. Так вот, разумность и возможность говорить связаны с трудом, а труд связан со средствами производства. вот мне как-то приходилось поправлять уважаемого Марата Сергеевича, когда он туда вписал в одно из таких вот своих заметок или произведений технологий. А технология это отрасль, которая относится вообще к чему? К идее. То есть это не материальное производство. Материальными элементами являются люди, работники и средства производства. А технология, ну, считайте, что у них технология изменилась. То есть логос это знание, техно это искусство, это искусство, как работать, как делать и так далее. Поэтому это не материальное средство, а это то, что относится к сфере сознания. Вот не надо, когда мы рассматриваем вопросы исторического материализма, закладывать туда то, что относится не к сознанию, то есть относится к сознанию, а не к бытию. А вот средства производства и люди это бытие. Бытие как люди и бытие как средства производства. А средства производства развивались. И, наконец, тут появилась своя линия отношений и меры. Какая? Ну, как только производительность труда стала такой, что один человек может прокормить трех, четырех или пятерых человек, появилась возможность не убивать своих противников, которых вы взяли в плен, а заставить их работать. Потому что пока производительность труда была такой, что пленник мог выработать только то, что хватало для того, чтобы его прокормить, никакого резона держать его, да еще охранять его вообще не было. поэтому изначально пленников убивали. Но когда появилась возможность сделать два добрых дела, и с одной стороны пленников не убивать, хотя некоторые племена решали по-другому задачу, то есть превращали их просто в членов своего племени, как бы миловали всех тех, с кем воевали они, тех, кого они пленили. Такое тоже было. Ну так вот здесь появилась такая возможность сделать так, вместо того, чтобы погибать, умирать, эти самые плененные представители других племен стали бы производить материальные блага, достаточные для того, чтобы прокормить своих хозяев. И тогда можно было уже образовывать не такое племенное общество, когда есть племя, есть община, и есть матриархат, и мужчины ходят за продуктами, охотятся или собирают, женщины все это готовят и разделяют, и главное, что женщины смотрят за тем, чтобы детям попало, чтобы эти мужчины не съели то, что они принесли, потому что надо все разделить так, чтобы общество в целом двигалось, развивалось и так далее. И долгое время был матриархат, тогда мог состояться переход к матриархату, то есть тот мужчина, который вместе со своей парой вышел из этого племени, у него есть средства производства, у него есть известное количество рабов, сколько там, три, пять, семь, десять, но рабов должно быть столько, чтобы он мог с ними справиться, отмечаться, потому что если их будет очень много, то он может погибнуть, а если их мало, то ему недостаточно будет пищи, ну, во всяком случае, был такой сложный момент, и вот в этом процессе вы знаете, что не все рабы так легко соглашались на кого-то работать, потому что рабы, между прочим, до того, как они были пленены, они могли быть вожьями племен, воинами искусственными и так далее, поэтому они шли на восстание, и мы знаем восстание Спартака, и этот Спартак у нас все время присутствует, спортсмены никогда его не забывают, поэтому у нас Спартак был, есть и остается, но это тот самый Спартак, который поднял восстание рабов, и которое жестоко было подавлено, но память о нем осталась, потому что начало этого восстания, и это начало борьбы трудящихся против угнетения, против эксплуатации, правильно? Ну, кто первый стал против эксплуатации выступания? Ну, Спартак, не Маркс, не Риблиев, не Ленин, а Спартак. Ну, против какой эксплуатации? Против эксплуатации рабовладельческой, а потом были другие, которые против феодальной эксплуатации, да? Степан Разин тоже боролся против крепостической эксплуатации, и Емельян Пугачев, вот, так сказать, новые борцы против эксплуатации, а потом были буржуазные революционеры, а уже после буржуазных революционеров появились революционеры пролетарской, то есть это вот далекая такая история, и история развивается, несмотря на то, что где-то где-то были поражения, где-то были победы, движение идет вперед, или, как говорят иногда, что крот истории знает свое дело, и он идет это. А какое дело? А дело-то одно, что идет развитие производительных сил, потому что человек есть продукты, обстоятельства и воспитания, а эти обстоятельства изменяются, именно потому, что человек взял в руки средства производства, и его он совершенствует, производительность тогда растет, и если раньше делали каменные топоры, завязывали его, не знаю уж, чем они привязывали, к деревянной ручке, то потом появились уже орудия бронзовые, потому что легче было получить, хотя бронза это сплав, медиаловый. А потом появились уже железные, но это трудно было до этого дойти, вот мы сейчас, если гуляешь по Энградской области и видишь какие-то ржавые очень, такое болото, ржавые, нехорошие, некрасивые, это что такое? Что это за ржавчина? Ржавчина это самая настоящая ржавчина, а ржавчина бывает двух видов, это либо ферм-2О3, формула ее, либо ферм-3О4, то есть там, где вы увидели ржавчину, возможно, там большое железо-рудное месторождение, а может быть не очень большое, то есть это требует дополнительного изучения, исследования, и так постепенно получилось, что это в общем-то про это мало, что где прочитаешь, потому что тогда в свое время не записывалось все, а просто оно отражалось или пересказывалось, например, в Библии, там многое чего пересказывается из того, что было в дальние времена, но не такие уж дальние, поэтому, например, то, что сделал Энгельс в книге «Происхождение семьи, частной собственности, государством», является совершенно выдающимся произведением, которое нам показывает, как вот мы стали людьми, как это все происходило, и поэтому позволяет нам двигаться дальше в этом направлении. Ну и поскольку на этом пути все время были движения вперед и вспять, и отступления, и наступления, и поражения, но, как говорили старинок, что крот истории все равно, так сказать, он роет свое, и он свое возьмет. Поэтому развитие производительных сил неизбежно идет, и, так сказать, в этом отношении сколько бы ни было поражений, это обычное дело. Пока, так сказать, одна сторона противоречия более слабая, она терпит поражения, но она в этих поражениях укрепляется, приобретает опыт, и вот, когда она уже укрепится, и опыт, и численность увеличится, начинаются тогда первые наступления, победные, и первые победы, а потом идут победы уже одна за другой. Это обычное дело. Потом новые противоречия, опять та же самая проблема. Сначала новая рождается в скольких головах? В одной. Бывает в двух, редко в трех. Правильно? А потом, а потом это же самый процесс, вот это вот постепенно входит в понимание, этим люди овладевают, это все расширяется, и так этот процесс идет даже независимо от того, хотят это делать, люди не хотят, потому что все, можно сказать, стихийным образом стремятся к развитию чего? К развитию производства. Развитие производства приводит к изменению. Потому что одно дело, когда вы имели какие-то деревянные орудия, другое дело, когда вы уже получили орудия металлические определенные, когда вы могли уже вспахивать землю и ее возделывать какие-то культуры на этой земле. Третье дело, когда уже у вас появился плуг, плуг надо, чтобы кто-то тащил, для этого надо было приручить, между прочим, лошадей. Это отдельная тема, большая, правильно? Так сказать, это люди, которые, так сказать, занимались с лошадьми, они постепенно создали такую лошадь, которая является прямо первым помощником человека. А потом пошло дело железных лошадей, когда стали делать уже трактора, и тогда уже плуг был совсем другой, не то, что был плуг, который тащил лошадь, и уже феодализм сменился капитализмом. И все вот эти точки, которые связаны с развитием производительной силы, их можно было прямо пометить на этой оси, что вот с момента появления такого-то средства производства теперь пошло по-другому, потом дальше по-другому. И в итоге мы имеем, значит, что мы имеем? Значит, сначала мы имели 90 тысяч лет коммунизм, какой? Первобытный, какой был в начале. Потом состоящий из трех периодов строй частно-собственнический, рабовладение, феодализм, капитализм. И, так сказать, мы сейчас находимся в эпохе какую? Эпоха – это переход от одного строя к другому. Эпоха перехода от капитализма к коммунизму. Как ее Ленин определял в мега-империализме, как высшие стали капитализмом? Вот уже монополии есть, уже есть планомерность, уже есть средства производства, уже есть все для того, чтобы обойтись без эксплуатации. А что такое тогда социализм? Единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа и потому переставшая быть капиталистической монополией. Вот что такое социализм. То есть социализм – это не выдумка, что вот сидели люди, а были и такие люди, потому что социалисты-утописты, они мечтали. Они мечтали и рисовали разная картина, как будет хорошо. Но дороги к этому они не проложили. И даже Сен-Симон Фурье и Оуэн, если взять Оуэна, который еще и практически пытался создать такое предприятие, где он был одним из собственников, которое бы улучшило положение рабочих, сделало бы их более грамотными и так далее. И, так сказать, он такой конкурент не понравился. другим представителем буржуазного класса. И вот потихонечку, так сказать, труды его затерли, хотя он до конца своей жизни и постратил весь свой капитал на развитие рабочих и на организацию борьбы рабочих. И в этом смысле он провозвестник новой эры. Новая эра, которую открыли уже не социалисты-утописты, про которых говорится в работе маркса о социалистах-утопистах, где говорится о том, о утопическом социализме, а уже научный социализм. Научный социализм прямо связывает уже социализм, коммунизм не с мечтой о лучшей жизни, а он связывается с теми средствами, которые имеются для того, чтобы к этой лучшей жизни перейти. Эта лучшая жизнь будет соответствовать какой природе человека? Общественной природе человека. Общественная природа человека состоит в том, что он человек общественный и должен существовать как человек общественный, то есть его на нынешнем уровне развития производительных сил, сохранение частной собственности противоречит не только общественной природе человека, но и противоречит всем достижениям в области средств производства, роста производительности труда, которые есть. Нынешние производительные силы, которые есть в мире, достаточны для того, чтобы все были накормлены и чтобы во всех странах мог бы существовать социализм, как низшая фаза коммунизма, а в тех странах, которые дальше пошли, и высшая фаза коммунизма, которая предполагает, что работа будет достаточно короткое время в день, которая позволит ту противоположность между людьми умственного и физического труда, которая есть и очень острым является в условиях капитализма и сохраняется в условиях социализма, чтобы можно было это преодолеть и тогда получить полный коммунизм. Вот такая картина. Вот такая картина, о которой мы вспоминаем, когда оканчивается первая книга и там вот узловая линия отношений и меры. То есть узловую линию отношений и меры теперь другую проложили Маркс, Энгельс и Ленин. Это линия, когда от первобытно общинного коммунизма к частно-собственническим формациям, которые делятся на три части, это рабовладение, фидализм, капитализм, а потом возвращение к коммунизму на новой технологической основе, на новом уровне развития производительных сил, но уже к тому, какому коммунизму, который связан не с тем, что в одиночку невозможно справиться, а с тем, что совместно работает, рулясь, сообща, на основе общественной собственности, на средства производства, можно обеспечить полное благосостояние и свободное всестороннее развитие всех членов общества. Я сейчас сформулирую ту цель производства, которую вписали большевики в программу партии в 1903 году, и причем вписали ее с подачи Ленина, потому что у Плеханова, который подготовил проект, у Ленина свой проект, мы взяли за основу проект Плеханова, у него стояло социализм, это обеспечивает производство для нужд обществу и все, а Ленин там написал, и там недостаточно, надо для обеспечения полного благосостояния, то есть материальную базу, и свободное всестороннее развитие кого? Некоторых? Нет, всех членов общества, всех членов общества, и вот от всех членов общества курсивом пишется, и именно вот это выкинул Хрущев из программы, когда ее реализовали, и на 22-ом съезде уже вместо этой цели появилось только удовлетворение потребностей, что у вас есть? Пить хочется? Пейте. Лодки хотите больше пить? Пейте больше. В чем проблема? Нет проблем. Курить? Курите. У вас какая потребность? Жить. и так далее. То есть само по себе удовлетворение потребностей ничего такого умного не содержит, потому что все животные потребности так или иначе удовлетворяют. Правильно? Все. Абсолютно. А вот речь-то идет о том, чтобы не просто шло развитие всех членов общества, а чтобы они еще участвовали в управлении, и чтобы они участвовали в управлении могли преодолеть еще одну заразу, которая есть, это карьеризм, бюрократизм, ведомственность и местничество, которые пока есть государство, есть государственные болезни. Поэтому все время делать праздники и говорить ура, да здравствует у нас социализм. У вас социализм это что значит? Неполный коммунизм, не вполне коммунизм, да? Ну он коммунизм, конечно. Почему? Потому что одних надо, некоторых надо принуждать. Не будете их принуждать, они будут вас принуждать снова, вернете назад. Помните был о мелких хищениях при Хрущеве вышел закон? Если там 50 рублей, да и ладно, не наказываем. Духон каждый день по 50, и так идет. А если вы не наказываете за хищение, значит, у вас все разваливается. То есть люди начинают думать о своих интересах. Поэтому совсем другая была политика при Сталине. Значит, если вы украли, то будете нести за это ответственность по закону. Вот при этом такая стояла задача. Нужно пробежать было за 10 лет такое расстояние, которое ужасные страны проходили десятилетиями или столетиями. И пробежали. Но для этого нужно было использовать в том числе и государственное принуждение. Кого принуждали? Тех, кто пытался улизнуть от труда. То есть тот, кто не хотел трудиться, только получать. Или кто-то хотел переспределить свою пользу. Хотя уже изначально при социализме некоторые блага стали бесплатными. А именно что у нас было бесплатно? Медицинское это существенно или нет? Очень существенно. Потому что сейчас посмотрите, куда они сунутся, там такие цены и такие суммы, что пока еще где-то какую-то дотанцию государство дает, но может и не давать. Страшно. Раз. Образование. Раньше образование зависело от того, какой-то семьи. Ну вот я, например, у меня мать была учительницей, а отец был рабочим. Он проработал всего, учился всего четыре класса. ему отец его, который имел десятиклассное образование, сказал, хватит и коров пасти. Вот и все. Поэтому, когда я приходил к отцу и спрашивал, папа, дай мне вот объясни мне эту задачу, он мне говорит, и к маме. Вопрос, ну, я куда хотел, чем хотел я заниматься, как представитель, так сказать, подрастающего поколения. Есть дом пионеров, три копейки заплатил, приехал там. Я был в кружке художественного слова. Вот мне в голову не пришло, я потом буду лекции считать. А это же существенно. И там объясняли, как правильно говорить. И как сделать, чтобы было громко. И прочее, и прочее. И вы или мыли сливом, или воду слили, или сшит колпак, да не по-колпаковски никак его не переколпаковать, не перевыколпаковать, чтобы вы не заикались, когда говорите, чтобы вы могли все выговаривать и так далее. Нравилось мне еще кружок повыпили. У меня такое фигурное есть такая шкатулка, которую я сделал, стоит. Причем никто, мои родители в этом никак не участвовали. Почему? Потому что я вот поехал и обратно заплатил три копейки и приехал обратно от Заставской до Парка Победы и все. То есть мне в этом смысле повезло, как раз я был на такой восходящей линии социализма. И поэтому во дворе у нас было в углу библиотека и мы туда оттаскали книги, задавали, получали новые. Задавали, получали и все занимались. Я давно сразу понял, что лучше учиться, ну отлично, так все не пристают. И никто не будет заставлять. Сделай быстренько уроки и иди гуляй. А сейчас вот мучают там детей и напридумывали много-много всякой чепухи. То есть короче говоря, вот это вот развитие, которое мы имеем, это развитие тоже укладывается в узловую линию отношений и меры. А мера здесь что? Производительность труда. Будет выше производительность труда, создается большая возможность. Другое дело, что создаются возможности, что такие, как Чубайс, захватывали эти результаты труда и пытались их использовать только для своего обогащения. Или вот скажем, то, что у нас сейчас произошло в Крокусе. А вы обратите внимание, что вот эти такие толпы огромные собирают для чего? Вот тот человек, у которого есть возможность построить большое помещение, приглашает туда того, кто сейчас модным является, устанавливает цены, допустим, ну вот возьмем не такие вот очередения, а вот у нас хороший есть стадион, там 60 тысяч мест. 60 тысяч по 5 тысяч рублей билет, если все места будут заняты, да, какой-то, или фан-футбол идет, или вот какое-то мероприятие, на которое все сбегаются, прямо посмотрите на это чудо, которое вяжет, кричит, или еще что-то делает, и является модным. умножаем 6 тысяч на на 5 тысяч на 60, получаем что? 300 миллионов. Значит, из этих 300 миллионов 10 миллионов даем футболистам, пускай бегают, они уже не футболисты, это те люди, которые притягивают. Теперь, значит, тем, кто убирает, охраняет, еще там несколько миллионов, да, 3-4-5, чего там еще, какие еще? На рекламу еще 5, остальное, ну, скажем, 250 миллионов кладем в карман за один день. Вот эти деятели в Крокус Холли, они там собирались получить большие деньги. Хотя, вот, ну, подумайте сами, как вы думаете, вот, когда идет военная операция, специальная операция, которая признано уже и Пескоп говорил, что по существу она стала войной. Во время войны надо собирать такие толпы? Вот тут, вот, даже если, вот, скажем, какой-нибудь... Ну, а почему нет при капитализме? Главное прибыль, почему выносит так? Как почему? Да, потому что вот теперь прибыль не получат эти вот из Крокуса. все там, сгорело, все, начиная сначала, и они потерпели. Они потерпели очень сильно, вот почему. Это негрязанимое обстоятельство. То есть вам нравится то, что собирать. Ага, я понял, да, хорошо. У нас есть представители. Ничего страшного, это здание застраховано, и не сургой. Конечно, ничего страшного, это у вас нет лишних денег, а есть люди, у которых есть деньги, чтобы еще такие два здания построить. И можно сказать, что они просто много работали на шахте. Вот, и отсюда у них и деньги в них большие. Ну, наша задача с вами состоит в том, чтобы использовать силу знания, потому что знание – это сила. Правильно? И вот мы, так сказать, исходя из того, что знание – это сила, добрались до учения о сущности, и вот здесь пошло уже менее понятное. Менее понятное, поэтому здесь так быстро, как мы шли, когда рассматривали учение о бытии, не пойдет дело. Во-первых, первая же категория, которая появляется, называется видимостью. Видимость – это что? То, что лежит на поверхности. На поверхности. То есть, это не сущность. Под сущностью как легко пролистать и понять. Под сущностью понимается то, что в глубине. А это на поверхности. А раз оно на поверхности, то с одной стороны оно сущность отражает. С другой стороны оно ее отражает криво. Почему? Потому что она же не сущность. То есть, нету тут этого. Поэтому, с одной стороны, есть тоже детство. Вот тот, кто будет читать учение о сущности или кто читал учение о сущности, он, наверное, или будет, или уже заметил, что тоже детство – это равенство или нет? Равенство? Правенство. Нет. Нет. Нет там равенства. Нет никакого тождества. Это тождество чего? Различие. Ну, где же тут равенство? Это чего вы говорите? Ну, тождество различного – это тождество, это тождество различного. А различие – это что? Вот мы с вами различные люди или нет? Да. Почему мы различные? Потому что мы люди. Мы не одни. Потому что мы люди. Если мы люди, то мы различные. А если, так сказать, вы один, то вы тоже различные. То вы один вот до того, как вы сказали, после того, как вы сказали, до того, как вы пришли, и после того, как вы тут просидели. Вы же различные. Вы… У вас тождество есть с собой? Есть? А вы что, не стареете? Старею. Да какое же это тождество? Это же различие. Тогда тождество – это тождество различного. А различие, скажете, так это же я. Почему? Потому что это различие? Тождественное. То есть вот для нас такое наступает испытание для тех, кто изучает науку и логики, что нам надо расстаться, во-первых, с теми представлениями, которые есть у большинства человечества о том, что теперь есть равенство и неравенство. Это формальные чистые вещи. Это все есть в математике. Вот мы с Степаном Степановичем учились на одном курсе на матмехе и окончили пять курсов. Он еще там занимался на практической работе математикой. Это я потом пошел на экономический факультет в аспирантуру, а он продолжал заниматься. Но математика чем занимается? Математика занимается как раз такими вещами, где равенство и неравенство. Если есть доказательства от противного, предположим, что это такое. И тогда мы вдруг получаем то, что расходится с тем, что мы знаем, и все. Ну а здесь в науке и логике? Здесь нету равенства. Учения о сущности – равенства нет. Здесь есть тождество. Это тождество чего? Различие. А различие – это что? Вот давайте мы на нас проверим. Вот мы здесь люди, да? Все люди, есть еще какие-то из людей есть, которые не люди? Никто не заявил. Могу я сформулировать, сказать, что мы, как люди, мы равны или нет? Вы человек, я человек, он человек, он человек. Вот мы равны. Но вот это называется как? Ну это какое равенство? То есть это тождество называется. Не равенство, а тождество. Мы тождественные. Вот тождественность мы спокойно можем. Я вот с ним торжественен, и он со мной торжественен, и все. И с нами бесполезно спорить. А что такое тождество? Скажут, так мы же различные. Ага, тождество – это и есть тождество. Различ-но-го. И с вами мы тождественные. Но у нас различия другие. Посмотрите, он такой, а вы такой более сжатый. А вот, товарищ, мы тоже с ним тождественные. И так далее. Со Степаном Степановичем, само собой, мы вообще-то одного возраста, он даже меня моложе и способнее. И так далее. Вот, пожалуйста, картина. Тождественная. Так надо привыкнуть к тому, что тождество – это тождество. В жизни нету равенства. Нету нигде, ни в чем. Вот это трудно пережить. Потому что, скажем, нас вот учили только. Если нет равенства, все пропало, все от противного, если вы доказываете, и получили неравенство, все это летит, убирается. Так вот, нету равенства никакого. В жизни равенства нет. Есть тождество, а тождество – различное. А различие есть? Есть. Различие чего? Тождественное. Мы различные люди. Или мы тождественные, как люди. Что тут плохого? Все хорошо в этом смысле. Но к этому надо привыкнуть. Никаких… Вот тут заканчивается вот на этой странице, на которой я сейчас нахожусь. Это страница 351. Все. Забудьте про равенство, которое было в учении о бытии. Только тут тождество или различие. Поэтому никогда нет ничего. А при полном коммунизме что будут? Люди одинаковые или различные? Различные. Различные. Ну так они будут люди? Или они будут одни люди, другие не люди? То есть они одинаковые будут в этом смысле? Люди? Как люди, они равны? Поэтому равенство здесь, вот когда применительно к общественным вещам, когда уже берется, берется как тождество. А тождество берется как тождество различного. А различие как берется? Различие тождественного. И ничего другого нет. Вот с одной стороны мы здесь все с вами равны. Все. Потому что все люди. Сами пришли сюда, все люди. И те, кто смотрят, могут порадоваться, что мы с ними равны, они с нами равны и так далее. С другой стороны, мы же разные люди. Значит, мы не равны. Разные люди. Почему? А значит, мы не тождественные. То есть тождество – это тождество чего? Различного. Вот, спасибо. Правильно? Очень хорошо сформулировано. Тождество – это тождество различного. А различие. Мы различные люди. Если мы различные, то мы различие чего? Тождество. Мы различные стороны тождества. Мы различные люди. А в одном и том же. То есть тождество берется как тождество различного, а различие – как различие тождественного. И никак иначе. И вот начинаем. Вот смотрите, сколько мы уже потратили сил и даже бумаги. Вот до этого дошли. И вот с этого места начинается новая жизнь. В учении о сущности. Все то, что записано в математике, и что мы не опровергаем. В математике так оно и будет, и как есть. То есть, если вы пришли к неравенству, а там должно быть равенство, ну, все, значит, это ваше предположение неправильное, и, значит, теорема не доказана. Нет, здесь такого нету, чтобы было какое-нибудь равенство. Нету только абсолютного равенства, а есть обязательно тождество различного. А как может быть два каких-то предмета, или два человека, или две ситуации, как они могут быть абсолютны. Они же даже в разных точках. У них даже координаты разные, правильно? Если брать их координаты географические. Если брать их температуру, если брать их там величину, ширину, высоту, и так далее, и так далее. Это плохо или хорошо? Что, плохо, что у нас? Или, как иногда говорят, когда разводятся в семье, эти говорят, мы разные люди. А вы, наверное, думали, вы одинаковые? Когда женились? Не приходило вам в мысль в голову, что вы одинаковые? Конечно, вы разные люди. Это ясное дело. Только разные люди могут жениться. А сейчас вот есть другая ветвь, пусть одинаковые и женятся. То есть тут маразм этот не только в плане общественных отношений, но он сюда пробивается, когда думают, что может быть какое-то равенство равных. Не может быть равенство равных. Может быть тождество различных. А может быть различие тождественного. И ничего другого в реальной жизни, в действительности, вот в этом материализме Бегеля, вот он это закрепил. Нету в жизни ничего другого, кроме как равенства того, что не равно. То есть равенство тождества различного или различие тождественного. А чтобы тут слово равенство не болталось, это слово убирается, как математическое, а берется философское. Тождество различного и различие тождественного. А если вы будете говорить тождество тождественного, ну это вы себя будете выставлять просто дураком. Или я буду сейчас доказывать различие различного. Давайте я вам докажу, товарищ Мальцев, что различие различное различается. Будете слушать? Да. Долго будете выслушать. Ну это вот я должен сказать, что те люди, которые до этого доходят и осознают, они должны расстаться со всеми предшествующими представлениями в течение всей жизни, какими у них были. Нету такого абсолютного равенства. И поэтому глупости такие, которые говорят про полный коммунизм, что будет все одинаково, или все в одинаково будут одерживаться. Ну это какая-то глупость. Одинаковость тут ни при чем. Все люди как были и разными, и будут разными. Не будет различий только в смысле классовых различий. И только, и все. Никакие другие различия никто из классиков, так сказать, не писал и не говорил, что будут уничтожены другие различия. А что такое классовые различия? Различие по положению в производстве. Вот это различие. Оно по мере сокращения рабочего времени, а у нас пока его повышать взяли и увеличили, например, на пять лет трудовое до пенсии. Это что такое? Это движение вперед или назад? Коммунизм уйдет. Капитализм уйдет. Капитализм пришел и сказали, а чего они пенсию платят пять лет? Давайте наоборот пять лет они будут создавать то, из чего часть будет им платиться как пенсия. Тем, кто уже пенсию имеет. А следующие обойдутся без пенсии, пусть, так сказать, зарабатывают через пять лет. Вот я попал в число тех пенсионеров, которые, так сказать, были с 60 лет. А вот уже некоторые, более молодые, они уже не попали в эту ситуацию. То есть моложе и больше работать надо. Скажите, а что вы так хорошо выглядите? Так я при социализме больше прожил. О, там все дело. Так что вот это интересно. То есть мы к очень интересному месту пришли. Это надо еще, как говорится, обмозговать и понять, что ни о каком равенстве, а о абсолютном, ну, тому, как он в математике берется, не может быть и речи. Хотя бы даже речь у вас будет ведет просто, сказать, о каких-то показателях. А в показателях, там, размерах, там, черепа, головы, там, и прочее. И в этом отношении тоже нет. Вы не найдете. Возьмите любое животное, и второе такое же животное, и везде будет тождество различного, и различие тождественного. Это вот различные олени, а все различные олени – олени. То есть они тождественные. Правильно? Все различные медведи, и берые, и белые, и бурые, и прочие медведи – это медведи. То есть они тождественные. Но все медведи разные. И одной породы, и разных пород, и так далее. И коней также, и собак, и всего, и любых животных. А все люди – это люди. Правильно? И красные, и черные, и желтые, и белые. Так? А с другой стороны, любые два человека возьмите, какие угодно, они все различные. Нетождественные. Вот это вот так. То есть сюда мы шли с тем, что мы тождественные, а отсюда мы должны уйти сегодня, что мы нетождественные. То есть или тождественные, как люди, но никакого вот абсолютного равенства нет. Да и не может быть. Поэтому задача облегчается социализм, коммунизм, равенство только в смысле уничтожения классов. Больше ничего. Никаких других задач не стоит перед человечеством. Надо, чтобы классы были уничтожены. И эта задача будет решена. Вот. А поэтому это облегчает, так сказать, всю работу и жизнь. Надо только двигаться в этом направлении. И движение и шло. У нас Ленин там прямо в Великом Почине говорит, вот надо, чтобы были ясли, детские сады. А у нас уже битва идет за то, чтобы школу ребенка повезти. Битва идет. Записываются. Очереди. Ну, что это такое? Ну, а, так сказать, а как проблема с детскими садами решается? Ну, очень просто. У нас количество детей сократилось, поскольку условия для, так сказать, развития семьи ухудшились. Поэтому у нас уже такой потребности богатой в детских и дошкольных учреждениях нет. Но еще строят. Вот на втором Муринском построили, но пока еще там не открыли. А у нас там под домом на институтском проспекте прямо был детский сад, он закрыт. Нет детей и нет проблемы. То есть вопрос, если так стоит, у нас же что происходит с численностью населения в России? Она растет или падает? Падает. А как же ей не падать, когда людей, знаете-ка, уже пожилых, заставили работать еще плюс пять лет? Ну, пять лет это не пять месяцев даже. Пять лет. Причем в возрасте, в котором они уже получили там известные какие-то болячки, да, и уже у них есть проблемы. И вот они с этими проблемами. Ну, а как, может быть, увеличение количества детей в семье? Ну, если есть, как будут ухаживать-то за ребенком? Есть бабушка и дедушка. А бабушка и дедушка пошли на работу. А тогда в школе будут дежурить отдельно какие-то бывшие военные, может быть, или какие-то еще стражи, которые будут там защищать детей. Ну и как? Детей убивают, хватают и так далее. А кто их может сопроводить домой? А бабушка и дедушка пять лет будут еще дорабатывать. То есть, не просто там стало хуже при капитализме, чем при социализме, а резко хуже. То есть, 90-й год – это год, когда вот перелом произошел. До этого у нас численность населения России росла, а это называется крест России. Все, она пошла вниз. И так и идет. А почему мы с удовольствием берем агастарбайтеров, но хоть какие-то, надо же, так сказать, развивать производство, надо это делать. А население, русское население уменьшается. Я думаю, что украинское тоже уменьшается и так далее. То есть, вот, так сказать, что пришел капитализм и появилось вот это вот обстоятельство. Вот к какой интересной проблеме мы подошли. И поэтому, вот я думал о том, чтобы сегодня поговорить о противоречиях, но это еще рано, прежде чем перейти к категории противоречий. Почему? Потому что есть предыдущие категории, прежде чем говорить о противоречиях, сначала просто есть разные. Есть разные, есть различные. Так? И есть такие категории, как видимость и сущность. Мы различаем сущность и видимость? Различаем. А они что, вообще, так сказать, разные категории? Нет. Потому что сущность проявляется как видимость. А видимость, это видимость чего? Сущность. Видимость сущности. Вот поэтому, вот я сейчас две страницы открыл, 350 и 351. На 350 дальнейший путь нашей работы вполне определен. Сущность, которая сначала светится внутри себя самой, или, иначе говоря, есть рефлексия. Рефлексия светится внутри себя. Рефлексия отражения. А чего отражает? Отражает свою сущность. Во-вторых, она является. Является. В-третьих, она открывается. Она полагает себя в своем движении в следующих определениях. Вот это наше будущее. Это будущее, которое начинается со страницы 350. И пошло дальше. Первое. Как простую в себе сущность. В ее определениях внутри себя. Вот и начинается с того, что берем сущность. И вот сущность, когда начинаем рассматривать, тогда мы и видим, что сущность сначала проявляет себя как видимость. Вот ваша сущность как проявляется? Если вы снимете очки, сущность останется у вас, правильно? Конечно, останется. Думаете, останется? Черт его знает. Не знаю. Вопрос. Можно сказать, что видимость – это форма? Нет. Это не форма. Рано. До формы еще долго ходить. Это по болоту надо идти, там, в тресина и так далее. До нее не... Это же легко очень посмотреть. Вот одно дело читать, а другое взять оглавление и смотреть. Вот когда мы дойдем. Это будет вот за тем углом. Когда там будет... Вот когда это будет? Форма и содержание. До содержания еще далеко. Содержание в каком разделе? Сказать? Существование. Вы до существования дошли? Ну, идите туда. Идите. Дойдете до существования, там вы разберете. А пока вот Гегель нам эту дорогу обрисовал. А в общем-то короткая дорога. Значит, надо сначала... Это сущность полагает себя в своем движении в следующих определениях. Первое. Как простую в себе сущую сущность. В ее определениях внутри себя. Раз. Второе. Как выступающая в наличной бы сие. Или иначе говоря, по ее существованию и явлению. То есть, если мы когда говорим о сущности, ну, это все так и понимают. Кто и не читал ничего про сущность, и не читал в новой кулоке, но все понимают, что если что, сущность, это глубинное что-то. Да, вот какая у вас сущность. Она у вас не на носу и не на голове сущность, а сущность где-то там, внутри. Ну, вот сущность, она выступает в наличной бы сие. Как существование явления. Существование похоже на бы сие. Это что такое? Это восстановленное через сущность бытие. Я вам, сбегая вперед, говорю. Цитирую. Восстановленное через сущность. Любите восстановленное молоко? Нет. Что не любите? Откуда вы знаете? Вы же сейчас не различаете, какое молоко. Откуда вы узнаете, на восстановленное или... Это раньше, вот и восстановленное, вот и натуральное. А сейчас вы видели, чтобы кто-нибудь обозначил, какое у них молоко? Может, вы любите восстановленное, а думаете, что вы любите натуральное. Так вот, существование – это восстановленное через сущность бытие. А кроме существования есть еще действительность. Вы действительный человек или только существуете? Видите разницу? Действительный. А? Действительный. Ну, это вам кажется, что вы действительный. А на самом деле... Какой же вы действительный, если вы еще не изучили, что такое действительность? Вот подумайте сами. Вы не знаете, что такое существование, что такое действительность. И считайте себя действительным. Но считать-то вы можете, конечно, сколько угодно. Но это как-то не доказано научно. Для этого вы должны знать, что такое существование. А что такое существование? Ну, хотя бы результатом чего оно является? Существование только. Какая-то категория, как появляется? Сущность появляется из чего? Из чего? Откуда она свалилась на нас, сущность? Вот здесь она как появляется? Кто-нибудь посмотрел, полистал? Полистать, есть любопытство. Сущность или существование? Через существование. Существование через сущность. Почему через существование? Существование получается как? Уже в сущность мы зашли, все, находимся вот здесь. Первая глава, видимость, я уже сказал, видимость есть. Мы уже все в этом разделе, в разделе сущности. С основанием при условиях появляется что? Восстановленное через сущность бытие. Существование – это восстановленное через сущность бытие. Вы есть или вы существуете? Существует и есть. Существует. Существуете? Понятно. То есть вы еще есть? Да. Но едва-едва существуете. То есть что вообще, так сказать, как-то более прочным является? Существование или бытие? Существование, потому что оно включается в свое бытие. Да, потому что бытие может быть вот буквально за минуту до смерти у меня может быть бытие. А после смерти у меня может быть какой-то там 5-3 минуты, когда человек еще вроде живой, еще уже умер, но еще как бы живой где-то. А существование более прочное. И сколько вы можете просуществовать, если у вас нет зарплаты, работы? Сколько можете просуществовать? У нас безработица есть? Есть. Существует безработица. То есть человек не может построиться на работу. У вас она эта чаша миновала. Правильно? Значит вы существуете. А если она вас не минует, как вы будете существовать? А вы еще будете существовать. Сколько вы можете без еды просуществовать? Месяц. Месяц, да, где-то можете. И вы месяц просуществуете. Вы больше просуществуете. У вас опасно. Вот человек думал где живет, а вы вот как будто вы живете при социализме. А вот и вам так совсем, я не знаю. Чтобы завтра его два обеда. На всякий случай. Как же нельзя? Но это серьезные вещи мы обсуждаем. Так и спрашивают иногда. Вы живете? Существую. То есть существование тоже. А для существования что нужно там? Они связаны. Вот это мы будем. Все это. Там все это написано у Гегеля. То есть не то, что там, когда люди обсуждают идеалист, он или материалист. Он как настоящий материалист все там обосновал. Что вот для того, чтобы существовать, надо средства существования. Правильно? Вы можете существовать без средств существования? Можете. Целый месяц. Что вы это самое тут обманываете нас? Можете. Идите и существуйте. Так вам прямо каждый день вам есть. Вот еще придумали. Сейчас капитализма. Это вам не социализм. А то вы тут... Еще бы вам вот до модаха бесплатно поехать. Чтобы вас там кормили. Как раньше было. Как было раньше и годы тоталитаризма и культа личности. То есть вот мы разошлись. Тут есть бытие. А то, что бытие у вас будет, даже если вы не существовать перестанете, а бытие останется. И у нас есть средства, когда это бытие отправляют, хоронят и так далее. Так что ничего тут. А вот существование, это означает, что вы оставитесь живым. А сколько вы просуществуете? Это зависит от средств существования. А средства существования зависят от способа производства. А есть у нас безработица? Есть. Так, так сказать, есть такой шанс, что эта безработица может коснуться тех, кто как раз, так сказать, хочет избежать этого. Это ведь безработица появляется не от того, что нет рабочих мест. Наоборот, рабочие места капиталисты уменьшают для того, чтобы вот эта вот образовалась резервная армия, которую будут содержать за счет тех рабочих, которые работают, и чтобы народ не требовал повышения зарплаты. Правильно? Как вам сказать? Вы будете требовать повышения зарплаты, вместо вас пойдет вот он. Он будет требовать, вместо него вы. Вы будете требовать он. И так далее. То есть это же не абсолютная какая-то величина, что вот резервная армия существует, что нету нечего делать. Как нечего делать? Это специальная история. Капиталисты такие дураки, не могут посчитать, сколько рабочих мест, сколько рабочих. Работчик должно быть заведомо больше, чем рабочих мест. Поэтому задача перед капиталистами, общая их единая классовая задача, количество рабочих мест держать меньше, чем есть работников. Иначе поползет вверх зарплата. Я правильно понял? А вы требуете. А чего вы будете требовать? Вы будете требовать, вас уже нет второй, третий, четвертый и так далее. Так что вот встает вопрос о существовании. А за существованием потом что пойдет? Вот пункт третий римский. То есть нет, пункт второй. Как выступающим на личное бытие или иначе говоря, по ее существованию и явлению. Мало того, что есть существование, еще и явление есть. Вот вы существуете или являетесь? Уже затрудняется, товарищ. Ну вы что, не явились, что ли, на кружок? Ну вы явились же на кружок. Ну что вы? И вот явление. А за явлением что идет? У нас вот смотрите какая-то интересная страница, 350. Как сущность, которая едина со своим явлением. А что это такое? И сущность, единая со своим явлением. Кто скажет? Вот Мальцев. Смотрит он сурово. Какой ответ у вас будет? На сущность вместе со своим явлением. Если сущность ваша не проявилась, то это сущность, которая не едина со своим явлением. Она вроде где-то есть, но и не является. То есть вроде как ваша сущность, что вы все разобрали в науке логики. Но она что-то не является пока. А вообще она есть. Но есть и сомнения, что она есть. Если она не является, то может ее и нет. А тут вот говорится о такой сущности, которая не едина со своим явлением. Как назвать? Как бы вы назвали, если были бы Гегелем? Закон. А? Закон. Так вот, сущность, которая едина со своим явлением. Как действительность. А вы как понимали действительность? Сущность, единая со своим явлением. Если она, если у вас явление, вот она с сущностью связана, вот это действительное. А если то, что вот вы пришли с этим и говорите с сущностью не связано, это не действительное. Ну красиво же. Сущность, которая едина со своим явлением. Как действительность. Я даже больше ничего не читаю. Уже вот я тут как бы грамотный диалектик стал. На одной странице посмотрел. 350. Видишь, он тут раскрывает. Первое римское. Как простую в себе сущую сущность, ее определение внутри себя. Второе. Как выступающий в наличной обысье, или иначе говоря, по ее существованию и явлению. Вы существуете, являетесь или действительного? Или у вас, или вы действительный человек? Можете сказать? Действительно являетесь. Действительно? Так вы являетесь или действительный человек? Да, действительно являетесь. Нет, это вы уклоняетесь. Вы действительный человек или только являетесь как человек? Действительный. Сейчас явились, потом мы уже разбежались, и вы недействительный. Так вы действительный человек или нет? Ну слава богу, хоть один человек действительный. А вы тоже действительный? Вы сказали, что я недействительный. Я сказал, я не говорил, это вы на меня возводите, на правильном. Но вы существуете? Да плохо, что ли, это? Ничего плохого в этом нет, вы существуете. А действительно, вам уже там, остается вам это свое существование сделать обеспеченным и закономерным. И будет это действительным, потому что вы существуете, день существуете, два существуете, месяц существуете, а потом закончили средства существования, и все. Вот если вы существуете, то так обстоит дело. И такие слова-то не новые. Слова-то какие? Смотрите, какие слова рассматривали. Простую в себе сущую сущность. Ну, сущность, вы все слышали такое слово. Вы по сущности это порядочный человек? Ну, все. А что еще надо вам? Может, достаточно уже. Вы можете сказать, а мне другого не надо. Лишь бы я был по сущности порядочный человек. И отстаньте от меня со всеми вашими побомбасами. Второе. Так, ну, выступающим на личном бытие. Иначе говоря, по существованию и явлению. Вы существуете, или вот сейчас там мгновение, сейчас вы есть, а вот закроются двери, вас уже нет. Это вам не понравится. А вот если вы существуете, то вы спокойно поедете домой. Вы тут выбирайте. Порядочный человек, по сущности, это проявляется в явлении, и тогда действительно это порядочный. Да, вот, хорошо. Видишь, он человек. Он и есть, и есть он. Раз, это бытие. Во-вторых, он существует. Это прочное бытие. Это не мимолетное бытие, да? И в-третьих, он не просто существует и есть. А он един со своим явлением. Какой он является, такая у него и сущность. Он един. А раз он един, вот он твердый существует. И он отбился. Это вот мы с вами такие важные, интересные вещи разобрали на подходе. Мы еще не стали. Потому что когда начинаешь потом изучать более подробно, там это, значит, уже заслонится подробностями, какими-то отдельными предложениями и прочее. И вот Гегель так специально сделал. Он на странице 350-й буквально в одном абзаце обрисовал, что будет. И он, вот, засчитывая снова, сущность, во-первых, сначала светится внутри себя самой, или, иначе говоря, рефлексия. Во-вторых, она является. В-третьих, она открывается. А открывается, то есть, сейчас это в чем выражается? Что она существование и явление, получается, как она открывается. Она полагает себя в своем движении в следующих определениях, как простую в себе сущую сущность в ее определении внутри себя. Второе, римское. Как выступающую в наличной бытие, или, иначе говоря, по ее существованию и явлению. И третье, римское, как сущность, которая едина со своим явлением, как действительность. Вот у нас есть товарищ, который един со своим явлением. Других товарищей не обнаружилось пока. Никто заявку не подал на единство со своим явлением, но попытки были. И еще ничего и не прочитали. Это все написано в одном абзаце, вот то, что я сейчас говорю. В одном абзаце. Все время объясняют, что вот непонятно, окей, ну много там есть чего непонятно, но есть прямо такие кусочки, которые супер понятные. Что тут непонятного? Вот, все написано. Так надо хоть чередовать, сказать, это понятно, а это пока непонятно. Ну, во-первых, вот видите, вот это все более-менее понятно, а это всего лишь что-то непонятно. Это учение абзацеи. Ну, а учение понятий пока до этого дойдет, там видно будет. Так что мы долго можем вести этот круг. Потом мы учение понятий уже проходили один раз. Первая пахота была. Поэтому мы там многое уже знаем. И там в чем-то, в каком-то смысле это легче. Более сложной картины в гейгельской диалекте, кроме по сравнению с учением о сущности, и нет. Самое непонятное здесь, почему? Потому что все тут для нас незнакомо. Почему? Потому что сущность – это отрицание бытия. То есть тут все кверх ногами. Все кверх ногами, все наоборот. А раз все наоборот, все непривычно. Потому что, скажем, эти вот два отрицания, когда вы берете там это отрицание, отрицание равно самому себе? Вот раз оно равно самому себе, значит, отрицательность вот тоже есть бытие, как видимость. Два отрицания дают же вот бытие. Отрицательность равная самой себе. Но сама сущность – это категория отрицательная. Сущность – это отрицание бытия. А нужно от этого отрицания прийти через существование, явление и действительность, подняться на поверхность. И тут тогда уже будем мы смотреть на эту поверхность с позиции человека, как понятие. А понятие – это понятие уже человека. Правильно? Ну, есть видимость, что мы уже это изучили? Нет. Как? Видимости нет? Да что, посмотрите. Ну, если нет видимости, вот Степан Степанович отправит запись Тюленеву, и вы посмотрите, увидите, что видимость есть. А вы сейчас что, не видите меня? Вижу. Ну, так а что вы говорите, что нет видимости? Посмотрите теперь на трудящихся, они тоже, они же не грустные, веселые. Посмотрите, посмотрите. Так, вопросы какие есть по этому материалу? Материал у нас сегодня очень суровый. Суровый. Его и понять-то трудно, а излагать тоже трудно, потому что как? Вот надо все перевернуто излагать. У нас теперь, что будет приметом в свое рассмотрение? Отрицательная величина, сущность это положительная величина или отрицательная? Отрицательная. Отрицательная. Сущность же отрицания бытия. Вот видно, у вас сущность-то добрая, а вы-то какой? Злой. Возможно и злой. Мы не знаем. Про сущность мы знаем. Но это, но они как-то связаны, но мы это еще не изучали. Отрицательная. То есть, все надо брать, как отрицание бытия. Значит, все там другое. Поэтому вы там не найдете равенства. Учения о сущности, равенства нет. Я сразу хочу всех предупредить, нету там равенства. Потому что тождество, это тождество чего? Различие. А различие что? А различие что? Тождественного. Нет. Различие это не тождественное. А различие это различие тождественного. А вот, скажем, в математике просто равенство есть. Считается, что вот эти вот равны и все. А если не равны, то значит, это нарушение. Что предположим, что они не равны. Тогда не получается. то есть доказательство есть так. Доказательство от противного. Предположим, что это вот так. Если, так сказать, где-то мы придем к противоречию, значит, это не так. Значит, предпосылка была неправильной. А в диалектике все не равно. Нет ничего равного. Ничего нет равного. Вот вы себе равны, Иван? И да, и нет. А? И да, и равен, и не равен. Ну вот, начинается. Начинается. У вас все равно это не получится, потому что и да, это я раньше, я вот ваше услышал, сразу выключил микрофон. Или, когда буду слушать, выключил телефон. Ну что значит, игра, и да. Вы не можете сказать сразу, вам все равно пришлось и да, и нет. Так ваша первая и да, или первая нет? А может сразу выключить телефон, и да, и нет? Да, да можно и свет выключить. И тогда все ухищрения Степана Степановича по записи этой лекции сразу закончатся, потому что, но звук-то останется. От этого, понимаешь, так вы науку не убьете диалектическую. Никакую. он будет записывать звук и поскать из-за черного и такого замысла товарища, сидящего в черной куртке. Вот выключили свет. Тогда я скажу одновременно. одновременно не получается никак. Почему? Ну, потому что, как вы два слова одновременно будете говорить? Ну, скажите. нет, я говорю слово одновременно. Что одновременно? Вместо либо да, либо нет. Говорю одновременно. Да нет, у вас либо да, либо нет, либо одновременно. У вас три слова. А вы можете первому выступить только одно слово сказать. Я говорю одновременно. Одновременно ничего ни о чем не говорит. Что одновременно? Ничего не сказано, смысла нет никакого. Никакого нету. Одновременно не равен и не равен. Не получается одновременно. Если ты сказал первое, я вот услышал равенство, а потом неравенство. Вы что, не слышите, что ли, сами себя? Ну, возьмите на секундомеры и начинайте говорить. Равенство и неравенство. Равенство будет в такие-то секунды, а неравенство – в такие секунды. Нет, вы никогда не сделаете в одно и то же время. Это вот если мы с вами договоримся, и в одно и то же время вы будете говорить равенство, а я в это время неравенство. И все равно у нас будет там расхождение. Если точный какой-то прибор, он установит, что кто сказал раньше то слово. Не получится. То есть здесь мы приходим действительно к тому, что есть в жизни. Вот в этой вот учении о сущности записано то, что есть в жизни. А то, что мы до этого учили, и даже вот это, это еще абстракция большая. Вот это учение о бытии. Это учение, так сказать, не полное и не глубокое. А почему люди устремляются, почему ищут, так сказать, сущность? Потому что, когда вы до сущности дошли, и после этого, как вы до нее дошли, эта сущность появилась у вас на поверхности в виде действительности, так, то вы тогда нашли истину. Потому что истина, она получается как результат постижения сущности. А сама по себе сущность еще не истина. Так в чем? Вы постигли ее? Так сформулируйте. Вот истинность, сущность, которая едина со своим явлением, выступает как действительность. Вот нам действительные знания нужны, которые выступают едино со своим явлением. Ну, с другой стороны, за нами никто не гонится, и никто не дерется, и никто нас не бьет. Мы можем спокойно, так сказать, идти дальше и изучать это по порядку. Вот мы добрались до этого. Теперь, значит, задание следующее – это вот рассмотреть эту страницу. Ну, наверное, вместе с этой страницей… Отлучение от сущности. Смотри, сколько здесь. Одна страница, вторая страница и третья. Три страницы прочитать? Три страницы прочитать. А потом читать дальше. Читать дальше уже о сущности, как рефлексии к себе самой. И первое, на что вы нарветесь, сразу что… Прежде чем говорить, когда вы начнете говорить о сущности, как рефлексии к себе самой, то вы столкнетесь с видимостью, а не со сущностью. Потому что до сущности нельзя сразу добраться. Правильно? То есть вы как бы… Вот там у вас было бытие и бытие, и все. Прочно и твердо. А здесь видимость. По видимости, вы правы. Что я сказал? По видимости, да, правы. А по сущности, возможно, и не правы. А возможно, и правы. Вот если вы правы, то тогда будет… Вот если бы это уже была действительность, то есть эта сущность, которая едина со своим явлением, это уже прочно. Правильно? Вот действительность. Вы вот действительную истину познали. Другое дело. А то, что вы там добрались до сущности, это вы закопались. И вас оттуда не вытянуть. И яд не получите. А что явилось? Это явление или соответствует оно действительности или нет? Ну, мы зато добрались до самого интересного и самого, можно сказать, сложного в науке логики. Почему? Здесь все перевернутое. Потому что сущность – это категория отрицательная. Да? Это отрицание бытия. А мы что с вами изучали до сих пор? Положительное. А? Бытие. Бытие. А теперь будем изучать отрицание бытия. В самом же бытие. А раз мы отрицание будем изучать, значит, мы все будем отрицательно изучать. Но! Это отрицательное поднимается на поверхность. И уже поэтому вы не будете говорить о двух предметах, когда вы будете говорить о равенстве. А будете говорить о том, что вот есть равенство неравного. Потому что нету равенства равного. Нету ничего равного. Нету просто нигде в природе, в мире, в жизни. В материи равного нету. Есть равенство неравного. Это называется как? Тождество. Тождество. Вот и все. Вот и все. И все попытки идут найти это абсолютное равенство. Нет этого абсолютного равенства. Есть равенство неравного. Люди неравны и никогда не будут полностью равны. Поэтому классики и говорили, что речь вот о равенстве только в смысле уничтожения классов. И все. Никаком другом равенстве и речи быть не может. Как вы можете быть равны? Никак не. И возраст разный, и условия разные, и мысли разные, и внешний вид разный, и психология разная. Все разное. И внутренность. А что значит разные? А что значит разные? А разная – это не тождественность. А что такое тождество? Это тождество различного. Поэтому, если у вас все разное, то вполне возможно, вы тождественный. Правильно? А в чем вы тождественны? Нам надо тогда показать, в чем вы тождественны при этой всем различии. Мы различные люди. Это что значит? что мы все люди, между прочим. Различные, но люди. То есть люди – это сущность. А то, что вы разные люди – ну разные, разные. И что? Ну, раз вы разные, то вы все равно люди. Мы все такая картина. Так что я считаю, что мы с вами нашли такое место центральное, которое нам позволяет двигаться уже по более глубокому материалу. То есть материал не просто а бытие. Бытие – это же поверхность, что есть. Что есть, то есть. Что у вас есть, то и ешьте. А сущность у вас какая? А сущность у вас разве в том, что вы едите и сколько? У вас не такая сущность, нет? Это сущность ваша. Вот сколько кур продают сейчас. Раз, раз. Их они стоят, их откармливают и продают. Откармливают, убивают и продают. Вот они все есть. И вот их едят. И уже эти свинины мало. Говядину отправляют на экспорт и норовят везде всем сучить курятину. Я недавно прочитал, что оказывается у нас много. На экспорт идет говядина. Удивительное дело. Здесь ее не достанешь, а на экспорт, пожалуйста, и идет. Владимир Владимирович работает. Нет, это работает капитализм, а не Владимир Владимирович. Капитализм в этом и состоит. Если где-то можно под более дорогой цене продать, зачем здесь продавать вот этим? Что вам продавать? Вы и так переживетесь, на курицах. А денег я получу больше, если отвезут в другую страну. Вот и все. Я повез в другую страну. Вот это совершенно понятно с точки зрения капитализма. Если это капитализм, ничего другого ожидать не следует. Мясо будет написано. Какое из чего? А потом, когда откроешь, там мелким стрельцам написано, какое мясо? Соевое. Соевое, да. Соевое же дешевле. Так, значит, можно сказать, чем мы будем заниматься в следующий раз. В следующий раз мы будем изучать. Вот первый отдел учения о сущности, как рефлексии в себе самой. Видимость идет. Это все видимость, да? Потом идет рефлексия. Рефлексия это что вообще, как в переводе на русский? Отражение. Рефлексия. Полагающая рефлексия. Внешняя рефлексия. Примечание это не тема. Определяющая рефлексия. Рефлексия. То есть мы отражаем мир своим мозгом. Мы же не только глядим, а мы отражаем им умственным взором. Правильно? Вот это рефлексия уже. Потом определенные сущности или определение рефлексии. Вот. И там получится сущность, которая чистое тождество. Во-вторых, различие и разность. Вы различие и разность. Различаете? Вот вы различаете? Мы с вами различные люди или разные? Различные. Различные? Зачем вам такое глубокое? Мы разные люди. Когда люди расходятся, муж с женой, вдруг они через десять лет узнали, что они разные люди. А что вы разводите? А мы разные люди. А вы до чего? Десять лет одинаковые были? Да. То есть разные есть и различные. Если различные, то надо указывать различие. Правильно? Вот он бородатый, я не бородатый. Я бородатый, вы не бородатый. А если разные, то не надо ни на что. Разные и все. И забудьте. Мы разные и все на этом точках. И расходимся. Все мы люди. Мы разные люди. И пошли каждый в свою сторону. И все. Красота. Так. Разные. Потом идет там тождество. Тождество. Тождество надо изучать. Видите? На тему, что такое тождество. Это же не просто равенство. Потому что тождество – это тождество различного. Не бывает такого тождества, которое было тождеством тождественного. Или тождеством равного. Никакого абсолютного равенства нету нигде. Не найдете вы одинаковых двух, ни животных, ни растений, ни элементов, никаких, ни двух камней. Ничего не найдете вы. Абсолютно одинаково. Поэтому тождество. Различие. А если различие, надо говорить, в чем различие? В понимании, в сознании, в том, какая прическа, какой нос, какой рот, какие уши и так далее. Различие, да? Разность. Достаточно нам, например, для того, чтобы заканчивать, мы уже идем к концу, что мы разные люди. Выяснили? Разные люди. Что мы выяснили? Что вы выяснили из утверждения, что мы разные люди? Видишь, человек прямо роет. Не случайно у него жена съездила. Он сразу роет. Из фразы «разные люди» у него главное, что мы люди. А то, что разные, это не суть важна, правда? Важно, что мы все люди. Это вот хорошее окончание нашего занятия. Вот, собственно, а там всякие примечания. Тут много чего написано. Он все разъяснял, разъяснял, разъяснял Гельгель. Но с первого-второго раза не берется. И, наконец, как это говорят, цветок. Что будет потом? Буква «С». Противоречие. Ну, до противоречия нам еще дойти надо. Так что вот наша задача к следующему разу – дойти до противоречия хотя бы. А противоречие – отдельно большая тема. А тут все это подход. И что мы будем изучать? Видимость. Различие. Различие. Абсолютное различие. Разность. Ну, чтобы разные люди понять, надо же равность изучать. А потом уже там противоречие пойдет. Как только мы изучим противоречия, а потом говорят, что это наука лойки, это, так сказать, диалектика о противоречиях. До этих противоречий вот мы идем, идем. Больше половины уже прошли еще, до противоречия не дошли. Поэтому противоречие – это очень богатая категория. Она все в себя, то, что предыдущие, все в себя включает. И различие, и тождество, и не тождество. А уж после этого противоречия, там дальше пойдет существование. Существование еще пойдет. То есть существование будет там закон, явление, закон. То есть там будет то, что спокойный мир законов и спокойное царство явлений. А потом будет выход наверх, наверх чего? Сущности наверх. То есть сущность, которая на поверхности. Как называется, товарищ Мальцев? Сущность, которая вышла на поверхность. Знаете, как бы это золотая россыпь вдруг на поверхности. Пришли люди копать это золото, оно вот вышло и все. Снег, дождь прошел, и вдруг здесь лежат самородки. Как называется? Никто не скажет? Степан, Степан. Нет. Субстрат. Субстанция. Субстанция это в глубину вы копаете, а это на поверхности. Ну субстрат это из чего состоит? Явление. Явление это точно будет. Действительность это действительность. Действительность это единство сущности и явление. То есть оно не то золото, но не то золото, которое вот там. А то золото, которое прямо перед вами уже лежит. Вы пришли и думали сейчас копать золотой песок. А тут лежит самородок. И все. А что он лежит? А был такой ливень, размыло, потащило и притащило. И золотой песок, и самородки. Находят же их. Действительность. Действительность. Ну это вот тут у Гегеля порядок наведен. Мы уже и об этом говорили. Что такое действительность? Я уже вам говорил. Сущность, которая едина со своим явлением. Вот вы золото имеете не потенциальное, которое надо копать. А вот оно лежит прямо. Вот и действительность. Категория действительности. Приложение к политике государства. Определяется прежде всего формацией. То есть при социализме политика действительно, а при капитализме... Только действительность другая. Там сущность другая. Там осуществляются интересы. Там действительная политика. это интересы буржуазии. Когда нам рассказывают, мы ведем такую политику, хотим и так далее. Там вся политика в любой буржуазной стране определяется интересами буржуазии. Вот их действительная политика. Поэтому все рассуждения про народ, в народных интересах и так далее, в той степени в народных интересах, какой этот народ нужен для того, чтобы его эксплуатировать. Потому что не будет народа, как мы будем жить. Как мы будем жить, если вы все умрете? Мне вас так жалко, потому что я капиталист. Завезем из Африки. А? Да это дополнительные расходы. А тут они вот сидят. Зачем нам возить? Вы хотите, чтобы я разорился? А они сами приедут. Приедут сами, когда узнают, что здесь больше платят. А больше платить мы не хотим. Тут большая проблема. Капиталисты не хотят платить, а хотят, чтобы на них работали. Они даже не хотят платить стоимость рабочей силы. За прибавочную стоимость не хотят работать. Они платят? А? Они платят меньше. Но, однако, не едут сюда же гастарбайтеры? Сюда едут, потому что здесь умирают. Потому что, если бы здесь не умирали, сюда бы не ехали гастарбайтеры. Была бы зарплата здесь нормальная. И у нас бы не было рабочих мест лишних. А сейчас есть. Почему лишние? Потому что ровно с 1990 года численность рабочих, численность населения России уменьшается. Так и сарбайтеры сюда едут и умирают, что ли? Да, за нас умирать. Но мы-то вымираем само собой. Они еще тоже приедут, чтобы быстрее умирать. А как вы думаете? Они же такой же работой будут заниматься, как наши рабочие. И тоже будут в тяжелых условиях. Вы много видели улучшения условий труда? Вот сейчас шахтеры в это время сейчас под землей находятся. Не знаете, их не могут достать? Нет, я не в курсе. Не в курсе дела? Вот сейчас уже третий туда, так сказать, шурф пытается пробиться. До шахтеров. Ну, пока, ну, ничего. Где-то в азиатской части нашей страны. То есть пока вот всякие разговоры и так далее, и жертвы. А вот шахтеры засыпаны землей, засыпаны грунтом, глубоко под землей, больше, чем 30 метров, и не могут их спать. Вот третий уже. И там еще и вода течет. Поэтому и никаких сигналов нет с ними. Но еще не определили, они живы или нет. Единственное, что не определили. Поэтому предполагаю, что если живы, может быть, докопаемся. Но докопаться пока не могут. Вот последнее сообщение. Все же сейчас только обсуждают Крокус. А шахтеров, они, а что, они там на работе, и что обсуждать. При капитализме, в основном, политика недействительна. А? Почему действительно политика? Действительна. Не действительно. Действительна. Потому что она действительно осуществляет интересы буржуазии. Потому что это единство с сущностью. Точно она такая явление. Но оно не действительно только в том, что она имеет, так сказать, определенную политику, вытекающую из интересов, а говорит красиво. Вот в этом и действительность ее. Словесное оформление. Да. Потому что у нас идет не обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития, а идет, так сказать, уменьшение населения России. Это когда оно идет? Когда жизнь ухудшается. У нас жизнь ухудшается в России. И население у нас сокращается. И давно уже. Когда? Ровно с 90-го года. Вот крест России. Как только капитализм. Вот был переходный период капитализма. Считайте с 61-го по 90-й год. С 90-го года идет постоянное снижение. Когда ухудшается во всех отношениях. Вот у нас написано в Трудовом кодексе. Что государство гарантирует обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты. Чем гарантирует? Ничем. Выполняется это? То, что написано в Трудовом. Не выполняется. А вам и не нужно в Трудовом кодексе. Выполняется в Трудовом кодексе. Нет, ни в какой не. Ни в какой не выполняется. У нас Николай Павлович Французов. Он писал там во все инстанции и так далее. По этому поводу все отписываются по каким-то другим вопросам. Какие-то что-то заплатили. А по этой части нет. Поэтому никакого вот этот пункт не выполняется. А в законе есть. А в законе есть меры, которые обеспечивают то, что написано? Нет. Действительно, это сущность, которая вышла наружу. Она в соответствии с этим явлением. Едина со своим явлением. Это действительность. А у нас явление какое? Явление у нас такое, что у нас цены растут. И поэтому реальное содержание заработной платы и доходов трудящихся сокращается. А в бумагах написано, в том числе в Трудовом кодексе, что государство гарантирует обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты. Почитайте там про зарплату. Написано. То есть право, которое не реализуется, а то и не действительно. Это просто право. Да, и нету там никаких средств для этого. Хотя это совершенно понятно. То есть государство должно заниматься не повышением цен. Цены вообще с ростом производительности труда куда должны идти? Вверх или вниз? Опускаться должны были. Почему? Потому что затраты сокращаются. Везде сокращается. Производительность труда растет. Она растет неизменно. Это не поверхность. Это технический показатель. Значит, зарплата должна, если она установлена, то реальное содержание должно повышаться. А у нас что происходит? Цены сначала меняли как-то эти. Ценники ставили. Цены не ставят никакие ценники. И вы, когда придете покупать, узнаете, сколько стоит. В следующий раз, когда придете, узнаете. И каждый раз, в следующий раз вы приходите, и жизнь ваша все дороже и дороже. Владимир Владимирович говорит, что жизнь благосостоянина постоянно растет. Да, есть такие люди. Есть такие люди. У кого-то растет. У кого-то и растет. Так что не надо очернять нашу действительность. У нас есть такие люди, у которых все растет. Так, ну будем на этом заканчивать, наверное, да? Или еще вопрос есть? Да, трудящиеся там авиадиспетчеры, ну или вы сами проводили успешные... Да, есть у нас передовые, да. Они добиваются лучше. Передовые профсоюзные организации. Да, как профсоюз авиадиспетчер, который постоянно заключает коллективные договора. И они все необходимые средства, так сказать, для борьбы используют и улучшают свое положение. И дохеры вот у них созданы, вот первый контейнерный терминал. Они снова коллективный договор заключили. И тоже у них, так сказать, в эти положения. Они же могут быть в коллективном договоре, если они не противоречат закону. Вот они там делают. А кто не имеет коллективного договора и не борется, ну, они получаются так. То есть это статья закона, которую бы, скажем, можно было использовать. Можно было бы использовать так. Но мы в соответствии с этой статьей добиваемся того, чтобы реальное содержание заработной платы у нас выросло. Правильно? То есть наши требования справедливые и законные. То есть они должны стать действительными. То есть основания такие для того, чтобы эта борьба не носила характер, так сказать, противоправный. А носила бы как раз характер реализации. А кто будет реализовывать? Капиталист, я не буду реализовывать, мне это не надо. А рабочим это надо. Ну, если вам надо, идите в профсоюз, идите в партию, добивайтесь реализации этих всех вещей. Ну, если вы не хотите, думайте, само будет. Само при капитализме будет куда? Вниз. Само только вниз. Так, спасибо, товарищи, за внимание. Следующее занятие у нас будет через две недели. Вот 9. 9 апреля. Значит, а задание какое? Вот изучать учение о сущности. Я в свое время изучал по такому витанию, которое «Градельство мысли». Там учение о сущности, оно такое тоненькое и тоненькое. И я дольше всего изучал вот это тоненькое, чем вот учение об ИСИИ и учение о понятии. Потому что это вот учение о сущности для нас непривычно. Потому что здесь мы как бы должны все наоборот, так сказать, то, что не на поверхности, а то, что внутри мы изучаем. Желаю всем успешного изучения, дальнейшего изучения науки и логики Гегеля. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!